Мне кажется, кадровый голод, вообще тема кадрового голода, она мировая. И все корпорации, и другие какие-то промышленные, государственные структуры хотят иметь всегда чуть-чуть лучше кадры, чем у них есть. Это человеческая суть. Они все-таки хотят каждый раз повышать уровень своих сотрудников. Много для этого делают. Если касаться России конкретно, то я считаю, что одного однозначного ответа, односложного на этот вопрос не существует. Потому что и кризис развала Советского Союза сказался свое, потому что все-таки Советский Союз создавался как единая конструкция. Административная, техническая, транспортная, логистическая. Когда у нас один институт готовил, допустим, специалистов по животноводству на всю страну. Или институт инженеров транспорта готовил транспорт для всей страны. Для Узбекистана, Татарстана, Башкирии, Кавказа, Казахстана. Сейчас это отдельные субъекты, отдельные государства. Можно пример привести. Самолет Ант создавался всей страной, заводы остались на Украине. И в итоге сейчас что произошло? Завод не загружен, он не работает, потому что у него нет рынка сбыта. Выгодно это, конечно, и другим мировым корпорациям, и Боингу, и Айрбасу. Они вообще поделили рынок мира. И, конечно, все делают и вкладывают средства для того, чтобы и мы, и лучшие у них работали, и рынок сбыта был у них и так далее. Поэтому это первый ответ на вопрос о кадре, о кадрах. А во-вторых, мне кажется, очень важный вопрос мы поставили с точки зрения того, что мы сами толком не знаем в стране, какие кадры нужны, какие люди нам нужны. Что мы хотим сделать, какая должна быть страна наша. Сколько мы добудем через 10 лет нефти или газа. Мы ориентируемся на сиюминутный рынок, а специалисты готовятся годами, десятилетиями. И сейчас у нас получается, что у нас все экономисты и юристы. Две профессии, которые моментально могут человека трудоустроить и дать ему денежные средства, средства существования. И поэтому юристов и экономистов у нас в избытке. А других профессий, в том числе и рабочих, и других каких-то, просто инженеров, хороших инженеров, не существует. Потому что мы сейчас находимся в стадии, когда мы что-то берем и перепродаем, ничего толком не производят. А чем была все-таки славна советская экономика? Она очень здорово планировала, много. Сколько в итоге стране нужно танковых заводов, сталелитейных, сколько нефти надо добыть и так далее. Это, с одной стороны, сложно технически осуществить, спланировать это сложно. Но, с другой стороны, современная система коммуникации сейчас и планирование позволяет это сделать. Я считаю, что элементы планирования, которые во всем мире демонстрируют и корпорации, и государства успешные, их надо внедрять и у нас. И тогда мы будем понимать, сколько нам надо бухгалтеров, экономистов, хотя бы порядок, цифры. А для этого, для того, чтобы у нас было планирование, нужно все-таки понимать, куда наша страна движется. Что является локомотивами экономики? Это ли индустриализация, какая-то там нефть, газ, металлы. Мы себя позиционируем, допустим, как сырьевая страна. Или мы все-таки самодостаточная страна. Это тоже очень важно.